всем привет ребята вы на канале своими руками с вами я савонтий это видео будет плейлисте авто тема сегодня я хочу поменять в этом автомобиле это мой автомобиль 2017 года объем двигателя два с половиной литра обычно атмосферник я в нем сегодня буду менять масло воздушный фильтр масляный фильтр но это не основная тема основная тема я буду проклеивать поддон двигателя или картер потому что есть небольшое сопление масла масло в принципе не уходит от заливки до заливки но идет такое сопление небольшое капелька висит смотрится не эстетически вроде бы как говорили что это сальник коленвала но в 90 процентов случаях ребята описывают на форуме ford что проклеивают новым герметиком поддон и течь уходит я проверю буду клеить герметиком виктор рейнс стоит всего на все 180 гривен сами понимаете что замена сальника коленвала это по-любому снятия коробки 180 гривен и моя работа это не такие большие затраты но зато мы определим это течь картера либо это течь сальника покатаюсь увижу вот так выглядит герметик виктор рейнс обычный самый плюс 300 градусов оригинал буду использовать его масло буду лить вот такое это ford motorcraft это бывшая ford формула f они сейчас поменяли упаковку 5 в 30 опять вот это сейчас ихняя новая упаковка такая посмотрите поставите паузу 5-литровая канистра масляный фильтр буду использовать тоже оригинальный motorcraft fl 910 с вот посмотрите его коды ну вот такой вот фильтр ну и сразу заменю воздушный фильтр это дешевый фильтр фирма шафер каталожный номер можете тоже его посмотреть поставим на паузу что поехали сливать масло прежде чем сливать масло нужно открутить защиту двигателя пыльник так называемый спускаюсь вниз ну как снять пыльник я показывать не буду здесь обычные шурупы шестигранники шурупы вот такого плана их здесь немножко по периметру откручиваем и снимаем пыльник ну вот снял я получается пыльник и вот что мы видим вот по коробке вот эти капли висят вот видите она в принципе не сильно много и вот картер немножко видите сейчас я присвечу вот и картер хотя здесь вроде нету ничего пересвет наверно будет здесь ничего нету спереди она как-то вот идет по стыку коробки вот здесь вот немножко переходит вот на подушку двигателя на нижнюю и вот в основном вот все здесь ну похоже похоже как либо его раздувает отсюда вот видите короче буду снимать картер прежде солью масло масло сливается вот сливная пробка сливая масло все равно его меняю как раз приурочил проклейку поддона в принципе здесь от видно вон какая-то трещинка на герметике но и так вот весь я заменю все сливаем маслечко дальше продолжу ну тут все легко тут гайка на 15 откручиваю все потекло масло 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 черное хотя езжу 90 процентов на газу но все равно масло будет черных у нее все равно есть прозрачность масло не как новое но еще более-менее я на нем проехал по моему тысяч 12-13 а на каких пробегах меняете вы масло одни говорят что надо в 10 тысяч менять в европе вообще меняют раз в 30 тысяч какое ваше мнение напишите пожалуйста в комментариях на каких пробегах надо менять масло раньше масло было такой от канистры сейчас она в такой они немножко изменили там логотип в общем сейчас ford formula f выпускается в такой вот упаковке так хочу показать чем сложность самой процедуры снятия картера а в том что здесь картер не просто сам держится ну сам себя держит а на картере еще вот можете видеть компрессор кондиционера висит соответственно к нему подходят вон трубки нужно открутить три болта получается 1 2 вот это у шпилька и вот там вот третий болт его сейчас не видно вон он и тут еще ремень я не знаю как я назад все это буду ставить ремень здесь отдельно идет чисто на кондиционер но сейчас буду пробовать откручивать потом нужно будет открутить вот это тот болт это крепление коробки вот этот вот этот ну посмотрим по ходу разберусь все приступаю снимать картер так ребят шпильки я повыкручивал вот здесь шпильку выкрутил видите он отошло там как бы не было немножко направляющая такая есть небольшая вот эту открутил и там и там тоже можете видеть открутил но самый я так понял геморрой здесь будет снять ремень приводной вот он так как здесь там внутри где там она сейчас не видно но там небольшая втулочка есть как бы направляющая вот здесь вот а как потом его одеть ну ладно снять то сниму ладно уже раз начал буду снимать так все ремень скинул не такой уж и геморрой его конечно скидывать на поставить возможно будет не знающий немножко подал вот так вот подал немножко компрессор вот под таким вот углом как можете видеть сейчас и аккуратненько снял ремешочек вот он висит не мешает его конечно желательно подвесить но он висит там на трубках там трубки мощно поэтому я думаю выдержит так ну посрывал себя болты и так считаем их вот сбоку которые держат поддон коробки вот 1 на 14 2 на 14 и вот он 3 на 14 там вроде бы нету и поехали на 10 4 5 6 7 8 9 10 вот кстати с ними сложнее всего было потому что мешает компрессор 10 до потом спереди крышка еще держит на 8 11 12 13 14 потом опять на 10 сколько там 15 16 17 18 19 болтов но все болты выкрутил держится на герметике все таких 21 этом об считался немножко он забыл за вот этот вот тут еще тут еще вот он один стоит но изнутри так пока я не снял я сейчас все протру тут бензинчиком аккуратненько тряпочкой чтобы потом при снятии туда ничего не попало снаружи всего протираю а потом буду поддевать снимать и посмотрим как он сойдет вот поддон в поддоне вроде бы как ничего такого нету ну вот какие-то вкрапления сейчас я поссорю что это а это не мусор это литье мне показалось что это какая-то хрень вот тут видно что-то что-то терлась вот это что такое не знаю 06 17 и вот видно видно как вот тут что-то терлась что это такое было бог его знает кто знает напишите пожалуйста вот это зазубринки какие-то или грязь не немножко что-то подтирала ну а так по сути чистый поддон это литье все отмываю и буду мазать герметиком вот видите вот тут остался немножко может быть здесь вот как раз вот он и сочился посмотрим итак почистил все до зеркального блеска все приливы вот здесь здесь все видно внутри двигатель чистенький хороший ничего там такого нету никакого криминала никакого осадка я не нашел на дне вот он тоже почищенный чистенький что меня удивляет не удивляет а как нюанс такое вот смотрите вот эти вот приливы я допустим помажу на все будет красиво герметик будет такой колбаской когда я поднесу поддон он прижмется и будет держать а вот это вот передняя крышка она отдельно прикручивается я просто открутил болты и снял поддон вот как будет интересно здесь герметик держать потому что чтобы снять переднюю крышку это надо все шкивы снимать ремни это просто геморрой буду пробовать пока намазывать и там и поддон и буду ставить посмотрим что с этого получится еще что меня в какой нюанс интересует это вот с правой стороны если вы думаете что у вас течет сальник по коробке то здесь смотрите здесь есть такая выемка вот она и тут идет сток вот тут будет собираться тогда масло трансмиссионное тогда вот здесь вот будет пятно тут будет масло у меня здесь совершенно сухо я посмотрел это не сальник коробки вот как бы так и коленвал вот спереди я не знаю передний сальник может быть но там тоже было сухо здесь если план тек он бы тек бы сюда бы вытекала так что это только получается у нас герметик картера вот такой ответ она все имеет если что вы поняли да если вас тут где-то течь что она будет проходить вот по вот этому вот тут прорезь есть прям видно все мажу герметиком буду ставить потому что уже темнеет на улице а вкрутил новый масляный фильтр потому что так удобнее его наполнил его начала капать с маслоприемника не надо наполнять его ничего страшного не случится если вы поставите его сухим так ну все перемазал прошелся по краям как можете видеть я перемазал получается и двигатель и картер вот и картер тоже перемазанный сейчас буду вешать или ставить и вот с торца можете видеть здесь здесь тоже перемазал надеюсь поможет но все потихоньку ставлю прокрутил все болты проверил вот герметик немножко выступает где-то больше где-то меньше больше всего мне конечно беспокоит вот этот передняя крышка как здесь интересно она будет держать не будет держать посмотрим а еще хотел сказать вот этот болт выкручивал вот этот вот рядом с бумажкой эту тут слишком было много масла прям потекло вот видать здесь чуть не держала с этой стороны так ну и здесь тоже вроде все так красивенько аккуратненько не сильно торчит ну все буду вешать компрессор кондиционера масло заливать уже наверно буду завтра и так ребят прошел где-то час с момента поклейки поддона герметик уже полимеризовался то есть на нем уже пленочка появилась он уже не липнет к рукам ну не знаю ту же вечереет он уже темно на улице ехать надо залью наверно масло и ну и посмотрим сейчас я покажу он не липнет уже к рукам вот можете видеть все он уже застыл еще имеет какую-то эластичность но буду уже бить масло наверно очень тут неудобно заливать в этой машине потому что мешает жабу для этого я купил такую речку как раз вставляется и можно спокойно нормально заливать по идее должно где-то четыре с половиной литра войти сейчас будем смотреть можете видеть консистенцию масла светленькая ну все залил масло спустился под машину посмотрел все сухо сейчас буду заводить будем смотреть что да как конечные выводы уже будем делать по истечении какого-то пробега опять вскрою пыльник посмотрю все ли там сухо ну и будет понятно данная работа устранила эту течь либо нет всем спасибо за просмотр если видео было полезно поставь лайк подпишись на канал увидимся в новых роликах всем пока